добрый день друзья прошли видео было обзор датчика газа mq2 и как бы вот к этой теме прикасаясь я думала почему нет алкотестер из него попробовать сделать ну правда он точно промилле не будет вам показывать это надо градуировать его а это у меня нет возможности градуироваться там специальными приборами градуировать поэтому показывает содержание алкоголя воздуха чем больше тем большая цифра и звуковая сигнализация еще предусмотрено давайте посмотрим сначала видео потом продолжим и так друзья на столе вы видите самодельный алкотестер сделан из ардуино здесь этот ардуино датчик mq2 и дисплей четырехстрочный я сейчас поставил у меня двухстрочный был и имя вот этих столопки делать почему-то вышел строясь двухстрочный но я на четырехстрочный поставить пока работает так ну что здесь я хочу сказать что здесь точно не показывает сколько промилле но это надо градуировать что точно показывал просто здесь это показывает вот сейчас данный момент 0013 где так и естественно фон и как бы показывает ну как содержание алкоголя увеличится там этот там по все больше цифре больше показывает чем больше тем площадь цифров и там есть еще установленный предел когда доходит до этого предела звуковой сигнал включается вот посмотрите а сейчас поднесу тут список спиртосодержащий и флюс посмотрите что произойдет цифре увеличивается вот вот таким образом работает ну правда здесь точно не можете знать сколько промилле но показывает содержание алкоголя в воздухе то есть утром с автомобиль садитесь подышали тут если звуковой сигнал слышно значит там нельзя ездить вот так примерно так так остальные на компьютере покажу так это так теперь про схему как это собранная наверно на сайте схема не был выложить не буду здесь все видно отсюда посмотрите что куда подключена какие вывода куда здесь видно вот все видно и еще эффект прок тоже там посмотрите что куда здесь mq2 он подключается к пятому аналоговому аналоговому входу ардуино пятому здесь плюс-минус под этой не видно вот отсюда я соединил вот отсюда под это не видно то есть мк2 там у него четыре выхода там питание плюс-минус 5 вольт и еще аналоговый выход есть и цифровой выход цифровой не надо трогать только аналоговый выход подключаем к пятому аналоговому входу ардуино и звуковой сигнал вот это знаете наверно видите ли зуммер такой ты он этот когда питание подключается тысячу герц ну примерно тысячу герц сигнал подает мне это не в ардуино вот этот звук а просто питание подали и этот звуковой сигнал на срабатывает подключена с 13 пина этот но по схеме так осюда видно там еще фотографии еще фотография выложу давайте это выключу вот здесь фотографии хорошо видно вот что куда там на сайте будет это тут посмотрите если хотите повторять подключить здесь только звуковой сигнализатора нету вот этого зуммера он подключена здесь 13 пину надо его подключить и к минусу второй конец так давай теперь этот посмотрим как это работает на фл прог все очень просто цифровой выход мк 2 подключаем вот этому пятому анал аналоговому входу пятому пину подключаем здесь это разделяем на ноль ноль сорок девять это у нас получается напряжение на выходе здесь минус 0 2 волта потому что он постоянно когда подключаем где-то 0 2 волта на выхода постоянно присутствует вот это минусуем здесь как бы ноль получается с нуля и дальше превращаем строки к дисплею на верхнем дисплее написано к тестер вот это будет показывать здесь еще этот предел вот эту срабатывание звукового сигнала у меня сейчас данный момент 0 5 стоит вам если другой надо будет отсюда константу просто изменить константу и здесь 0 5 уже другой поставьте и все будет нормально то же самое в скетче наверно кто занимается в arduino найдете где-то это 0 5 там или там можно так и здесь этот когда вот здесь компаратор стоит когда на эл 1 0 5 выше получает на выходе единица получается запускается генератор генератор на 500 миллисекунд то есть пол секунды ну цикл один секунд где-то и это подключается к 13-му выходу где зумер нас подключена и звуковой сигнал под а это через строк здесь в дисплее дисплее посмотрите вот это что rs 12 и 11 т 4 5 т 5 4 3 и 7 2 строки 16 это это для двухстрочного варианта у меня первоначальный вот двухстрочный вариант бил я взял двухстрочный все заработал потом не знаю чё может искра статика или чё там то есть это испорт или двухстрочный 15 02 а у меня вот это скетч туда подойдет там две скетча я выложу и для четырехстрочного и для двухстрочного дисплея кому если будет повторять и тот и тот будет и будет вариант flprog чтобы можно через это и может и ардуино иди вот только посмотрите кто будет через ардуино иди сейчас покажу вам так там надо посмотреть чтобы вот посмотрите я не знаю вот если у вас библиотека вот это он надо вот эту библиотеку чтобы там было чтобы у вас все заработала если не будет вот кто через ардуино иди вот будет загружать надо чтобы вот эта библиотека била а так эта библиотека там как бы flprog есть можно прямо оттуда он как бы автоматически все это подключается вот это у нас этот двухстрочный и здесь четырехстрочный ну посмотрите кому это не надо буду здесь это написано у меня вот это вот это написано если не надо будет вот это удалите удалить блок и так уже это две строки у вас будет также показывать на верхнем строке вот посмотрите здесь уже видите три строки стоит и 20 столбцов если там удалите вот это двухстрочный сделайте вот так сделайте так и то же самое но это уже для двухстрочного варианта если у вас дисплей двухстрочный будет можете так делать а здесь по схеме вот посмотрите вот провода что куда соединяется здесь не сложно вот это минус вот это минус это плюс 5 вольт это с этого резистора средней точки с резистора вот сюда подключается для контрастности надо регулировать контрастность первоначально включите он может и даже ничего не будет показывать надо резистором крутой чтобы появился тут цифры и потом вот резко двинастому пину е одинастому пину д4 пятому пину д5 третьому потом д6 четвертому пину и д7 третьому пину и здесь надо еще для подсветки вот так а плюс плюс подключаем к минус к вот это датчик я уже сказал нулевой подключаем к аналогу выходу плюс к плюсу минус к минусу и звуковой сигнализации здесь нету 13 пину и минусу вот так вроде все так скетчи будет вот здесь на моем сайте будет под под видео в ю тубе будет ссылка на мой сайт где вот эта страница будет вот отсюда можно на мой сайт перейти и все подпишитесь на мой канал спасибо за внимание до свидания